Мы скатились до очень примитивного уровня разработки оснований или анализа оснований, из которых, как следствие, вытекают активные силовые действия, способные вообще разжечь пожар регионального широкомасштабного конфликта. Конечно, представить себе дело так, что сирийцы начали подготовку к химической атаке в момент приезда туда комиссии, и потом, естественно, когда комиссия начала работать, вдруг 21 августа происходит вот это вот действие, и причем вы же понимаете, что там линии фронта нет, кто хорошо знает окрестности Дамаска, это, так сказать, небольшие городки, где там в нескольких зданиях кто-то засел, их оттуда вышибают, мирное население, естественно, где-то передистанцировано или убежало, то есть надо найти скопление мирного населения, найти там, где находится там 500 с лишним детей вместе с женщиной, их это тысяча там, полтора тысячи или около, туда ударить, и, естественно, комиссия остается там приехать и констатировать этот факт. Это, конечно, дико. Турки тоже поразительно в своем стремлении построить судьбу региона на базе каких-то странных доказательств. Вот один из руководителей, ну, так сказать, близкий к разведслужбам Турции, говорит, что Эрдоган на совещании 20-ки в Петербург привезет какие-то образцы, там, волосы взятые у беженцев, и якобы это доказывает, что химическое оружие применялось регулярно, и не только в Гуте Дамасской, но и в других местах, и что это практика сирийской армии, когда она ведет действия против оппозиции. А поэтому надо и предполагать, что и здесь, естественно, такого рода действия со стороны правительства были совершены. Пытаются даже загнать, так сказать, на задний план применение, явное применение оружия в Ханасаль, это под Алеппо, когда наши по приглашению сирийцев работали, представили в Совет Безопасности определенные доказательства и выводы, что было благополучно проигнорировано. Конечно, в идеале такая рисуется картина. Хорошо, давайте договоримся, ну, скажем так, в рамках совещания 20-ки. Все рассмотрим, так сказать, со всех сторон. И если будет очевидно, что одна из сторон применила, независимо какая, химическое оружие, тогда всей, так сказать, мощью навалимся и, так сказать, призовем к ответу того, кто виновен за это. И это не обязательно может быть про сирийские войска. Конечно, я лично, зная, все-таки, имея представление о сирийском руководстве, о людях, которые, так сказать, представляют и правящий клан, и военных, мне кажется, что их можно обвинять в больших ошибках, которые были совершены на ранних этапах развития сирийского кризиса. Но считать их идиотами я бы не стал. А это высшая степень идиотизма, так сказать, создавать ситуацию, когда они получают то, чего они меньше всего хотели, то есть повод для иностранного, в частности, американского вмешательства. А их противники получают то, что они больше всего хотели, а именно повод для того, чтобы на их стороне выступила какая-то внешняя сила. То есть убедить нормального человека в том, что именно так произошло, просто невозможно.